МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. Здравствуйте. С вами Анастасия Шахмать. О важных событиях в городе, области и стране в ближайшие 20 минут расскажем вместе с коллегами-корреспондентами ОРЕН-ТВ. В деле о громком убийстве в Сулелецке новые задержанные. Экологическая проблема в связи с работой нефтяников вновь волнует жителей Красногвардейского района. Неожиданный фонтан забил степно, а в СНТ восход. Конфликт с председателем оставил людей без света. Об этом не только. Далее подробнее. Еще трое под стражей сотрудники полиции Следственного комитета задержали еще троих подозреваемых в жестоком убийстве в Сулелецке. Как сообщается на сайте Следственного комитета, все они жители Оренбурга. Им 28, 32 и 35 лет. О подробностях задержания в ведомстве не сообщают. Известно ли, что предъявлено обвинение и уже избрано мера пресечения. Все трое отправились в следственный изолятор. Всего под стражей сейчас находится 5 человек. Первого задержали буквально через сутки после убийства. Еще одного в конце прошлой недели. Он пытался скрыться и впоследствии оказал сопротивление. Напомним, жестокое убийство произошло в ночь на 9 июня в Сулелецке возле одного из кафе, вышедшего из заведения мужчину. Расстреляли от ранений, в том числе огнестрельных. Он скончался. Преступники уехали с места убийства на машинах. Одну из них позже обнаружили в окрестностях Сулелецка. В Следственном комитете сообщают, что расследование еще не закончено. Сейчас устанавливаются другие участники этого преступления. Противостояние жителей и нефтяников продолжается. В Красногвардейском районе жители четырех сел почти год били за то, чтобы нефтеразработка не производилась рядом с рекой и их домами. Они прошли многие инстанции. Даже в конце года почувствовали себя победителями. Но ненадолго. Напомним, жители четырех сел Красногвардейского района забили тревогу в июле 2018 года, когда вблизи поселков установили нефтяную вышку. Люди отмерили, что до Иикова 800 метров, до реки 150. С сомнением, что установки законны, а экологические нормы соблюдены, они стали обращаться во все инстанции. В первую очередь отмечали, что разлив реки Ток, значительные отходы производства, вероятно, будут уходить на лугу. Тогда природоохранная прокуратура ответила лишь, что на Бахтияровском месторождении ведется разведка компании «Оренбургнефть». Положительное заключение выдана Росгеолэкспертизой. А нарушений экологических норм не нашли. Подозрения жителей тогда падали и на действия администрации Красногвардейского района, мол, неверное распоряжение земель. Хотя в телефонном интервью нашему каналу тогда глава пояснил, что и сам рад решить вопрос в пользу людей. Якобы проблем с появлением нефтяников стало больше. Прошлым летом люди написали коллективную жалобу в районную прокуратуру. И вроде даже обрели спокойствие. Но с начала лета 2019-го они вышли на привычную тропу. Вода у нас в колодцах портится. Недолго длилось наше счастье. В прошлом году мы судились. Вроде бы как бы выиграли. Но недолго радовались. В этом году снова здравствуйте. Рыба дохнет. Мы будем обращаться в Москву тогда, раз не могут наши областные власти ничего сделать с этим. В прошлом году у нас был сход граждан полностью Паралитарского сельского совета. То есть это Карьяпово, Яйково, Бахтиярово, Паралитарко все собирались. Все жители против, но нас не слышат. Люди встревожены тем, что теперь геологоразведку на поиски нефти намерены проводить еще ближе к селам. Ведь в прошлом году они в суде доказывали, что поврежден верхний слой земли. Есть экологические проблемы. И уверены, что ситуация будет только усугубляться. Даже стоять страшно. Снимите, пожалуйста. Смотрите, какие пустоты. Это они так заровняли после того, как произвели свои нефтеразведки. Это ладно в этом году не было половодия. А если бы это все здесь залило, соответственно, залило бы и деревню. Сегодня люди признают, что ни районные, ни областной власти не верят. Видят выход только в обращении в столицу. Стоит отметить одну деталь, которую ранее рассказывали люди. Этот участок земли был в собственности одного из местных жителей. И его якобы настоятельно просили сдать землю в аренду. То, что в Красногвардейском районе не все так просто бывает с арендой земли, можно судить по уголовному делу заместителю главы района. Господин Гугнен идет под суд за вымогательство взятки с фермеров 2 миллиона рублей. За эти деньги он обещал помощь в аренде земли, чтобы избежать проверок. Напомним, что проблемы с нефтедобычей, экологической обстановкой в селах, расположенных рядом, мы рассказывали не раз. Последний сюжет был из Стошлинского района, где, по словам сельчан, положение с появлением нефтяников из компании Сладковской заречной заметно ухудшилось. А вот последние данные о проверках компании «Оренбургнефть», которая как раз вела разведку в Красногвардейском районе. По итогам проверки Росприроднадзора в работе компании обнаружено 18 нарушений и требований природоохранного законодательства. Несвоевременно ведется работа по обнаружению порывов на трубопроводах и работ по их устранению. Превышены установленные нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу. По материалам проверки составлен акт, выданы предписания в отношении юридического и должностного лиц, возбуждены дела об административных правонарушениях. Против больших и сильных структур, как нефтяные компании, жители все же могут противостоять, но только всеми силами. И массовое уступление – один из эффективных методов, считает журналист Дарья Беликова. Но нередки случаи, когда крупные компании работают, не боясь наказаний. С одной стороны, у нас есть нефтяники, которые добывают, которые платят налоги и которые, согласитесь, добывают, вероятно, по тем правилам, которые установлены. А правила, которые установлены, они, видимо, не такие жесткие, не такие суровые, как, допустим, в других странах, где за такие бы вещи уже давно оштрафовали на огромные, просто миллиардные суммы, и нефтянику там уже было бы невыгодно не переоборудовать свое производство, менять какие-то нормативы и так далее. У нас же это просто невыгодно. То есть, когда у тебя штраф составляет 50-60 тысяч рублей, что это такое для крупной нефтяной компании? Это ничего. Это даже не месячная зарплата менеджера этой компании. Поэтому здесь никаких проблем у этих людей, которые добывают, нет. Есть проблемы у тех людей, которые там живут. Они, вероятно, не невероятно, а, скорее всего, они не получают никаких компенсаций за это, никаких выплат за то, что на их территории, допустим, ведется такая добыча. Возможно, люди, будучи более богаты, скажем так, на этих территориях, могли просто уехать оттуда. В конце концов, поменять свое место жить, но они не могут этого сделать. Они не могут этого сделать, потому что у них нет денег. Просто уехать туда, где лучше. И они живут там, где плохо, и пытаются каким-то образом влиять на эту ситуацию. Что касается каких-то протестов и так далее, я только за. Я считаю, что только такими способами можно добиться реального разрешения этой ситуации. Когда об этом кричать, когда выходить на митинги, когда требовать. Потому что, как мы видим эту картинку, да, Денис Пастор, счастливый, на фоне надписи «Нам здесь жить». Вот им там жить. Им там жить, там жить их детям, по крайней мере, какое-то время, маленьким детям, старикам и прочим. У них нет возможности уйти от этого. Теперь о происшествиях. За прошедшие выходные в Оренбургской области утонуло два человека. 22 июня стала роковой датой для несовершеннолетнего. В реке Сакмара, в районе улицы Розликсембург, утонул ребенок. А в Орске утонул мужчина. В обоих случаях пока не называются причины и не сообщаются подробности. Ведется расследование. О других преступлениях и происшествиях расскажем далее в рубрике «Ориентировка». На загородном шоссе сгорел автомобиль Nissan Sunny. В интернете после бурного обсуждения произошедшего были добавлены не только фото, но и видео до возгорания автомобиля. Группа подростков свободно открывала двери машины и проверяла салон. После того, как подъехала другая иномарка, они ушли. Чуть позже произошло возгорание. Все обстоятельства произошедшего выясняются. По факту пожара проводится проверка. Посиделки за стаканом горячительного переросли в массовую драку. Происшествие на улице Солмышской попало на камеру видеонаблюдения. Жители дома, рядом с которыми расположены питейные заведения и клубы, уже жаловались на подобные ситуации. Очередная шумная кампания в этом районе утром в воскресенье затеяла схватку на кулаках. Видимо, что-то не поделили. На записи видно, что в ход пошли деревянные палки. Ранее это была оградка для защиты саженцев. В итоге не уберегли ни лица, ни растения. Правда, в полицию никто не обращался. В этом случае, скорее всего, разбирательств не будет. Не спортом позанимались, а просто заглянули за деньгами. В Домбаровке два 30-летних мужчины, ночью сломав дверь в здании физкультурно-оздоровительного комплекса, попытались нелегально пополнить карманы. Они вскрыли банкомат. Сообщение о преступлении сразу поступило на пульт дежурных полиции. Мужчин задержали быстро. Они и не отпирались, во всем сознались. Теперь у них есть уголовное дело. По закону, они могут отправиться в тюрьму на срок до шести лет. Нежилой, но ценный дом на улице Пролетарской сгорел. Причиной возгорания, по предварительной версии, могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, сообщает в управлении МЧС. Как рассказывают очевидцы, пожар начался накануне днем, а окончательно потушили его примерно к 11 вечера. К счастью, никто из людей не пострадал. Очевидцы добавили, что строение площадью почти в сотню квадратных метров уже долгое время пустует. Последний житель съехал еще осенью прошлого года. С тех пор здесь стали часто обитать сомнительные компании. Именно их соседи и считают виновниками пожара. Там жили бомжи. Они там пили, курили и все на свете. Вот это и получился пожар. Вот горело, вот горело. Здесь все таким пламенем горело. И все как раз на нас, летело прямо на нас. В администрации города подтвердили, что дому был присвоен статус нежилого. Отметив, что он имеет историческое значение и относится к категории «ценная застройка». Сейчас готовятся документы для выставления здания на продажу. Дальнейшую его судьбу должен будет определить собственник. Но пока этот вопрос не решен. Исторически ценное здание является, по сути, складом строительного мусора. Остается угроза нового сгорания. Здравствуйте. Тут жилое здание, тут все там, с соседом, все страшное. Мы этого и ожидали, мы ждем этого. В администрации подчеркнули, что важно соблюсти требования законодательства и сохранить исторический облик здания. Но как и когда это будет реализовано, остается только гадать. А жителям соседних домов тщательно следить за состоянием здания, чтобы в случае очередного сгорания вовремя вызвать спасателей. Сейчас короткая реклама на канале Урин ТВ. Не переключайтесь, мы скоро продолжим выпуск. И мы продолжаем выпуск. Урин ТВ названы виновники массовой гибели рыбы в устье Урала. А в рекле признаков отравления не нашли. Напомним, несколько месяцев назад у казахстанского города Тарау было найдено несколько тонн погибшей рыбы. Виновником оказалась компания Тарауская теплоэлектроцентраль. Об этом сообщили в отделе по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции от Тараусской области. ТЭЦ признала свою вину и возместила убытки. В связи с этим в отношении компании дело закрыли. Об этом сообщают казахстанские СМИ. Первые признаки экологической катастрофы обнаружились еще в конце прошлого года. В лед реки вмерзли тысячи тушек. Местным хозяйствам, которые выращивают в садках рыбу ценных пород, утилизировано более 100 тонн погибших осетровых. По весне в устье Урала плавали тонны мертвой рыбы разных пород. При исследовании тушек погибшей рыбы возбудители опасных болезней не выявили, однако в них содержался мягкий. От Оренбурга до Каспии 700 километров. И наш город выше по течению, поэтому отразиться на экологической обстановке региона это не могло, заверили Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области. И вот в середине июня этого года происходит местная катастрофа. На Ериклинском водохранилище погибло более 20 тонн карася. Природоохранная прокуратура провела не один анализ, но точной причины гибели рыбы так и не знает. Проведено очередное исследование, их теопатологическое, специалистами ОГУ. Видимо, изменения или иных изменений они не зафиксировали. Они рекомендуют провести детальный гидрохимический анализ воды в бактериологическом исследовании карася. Брали анализ по 31 показателю. Каких-то показателей в качестве воды, которое могло бы натолкнуть на возможность причины гибели, не установлено. В принципе, вода типичная для реклинского водохранилищика. Рекомендуют посмотреть еще результаты донного грунта. Ну, в общем, по своей линии они не увидели каких-то отклонений. Точной причиной пока не установлено. В институте СТПИ без лабораторных анализов высказывают свое предположение. Гидротехническое сооружение изначально строилось без оглядки на экологию. За 60 лет эксплуатация обстановка только ухудшилась, а гибель рыбы на рекле – это явление привычное, говорит профессор Александр Чебелев. Гибель рыбы на реклинского водохранилища в летнюю жару всегда происходит. Только вопрос о количестве, больше или меньше. Здесь совпадения может быть несколько. Это и низкий уровень, мелководие, ветры, которые взмучивают воду. Ну, и вот это ранние высокие температуры могли стимулировать. А так, пожалуйста, кто-то, кто бывает на реклинском водохранилище, каждый год, даже не только в теплое время, мы видим плавающих на поверхности лещей в огромном количестве, снулой рыбы, гиблой рыбы, тысячи сетей, которые никто не проверяет. Чтобы получить точный ответ на вопрос, от чего все же погибла рыба на рекле, придется еще ждать. На каждую новую экспертизу отводится не менее 10 дней. Конфликт довел до темноты. В редакцию обратились садоводы из СНТ «Восход». Им отключили свет. По их мнению, сделано это было незаконно, ведь за электроэнергию исправно вносили деньги. Но председатель СНТ считает иначе. Без света вынуждены проводить летние каникулы некоторые садоводы, чьи участки находятся в СНТ «Восход». Ссылаясь на то, что якобы квитанции об оплате за последние года у вас поддельные, ничего не знаем, платите деньги. Люди с 30-го числа сидят без света. В такую жару у людей нет воды, нет возможности, я не знаю, полить там свои участки, напоить животных, попить, помыться самим в конце концов. Люди уверены, что произошло какое-то недоразумение, ведь квитанции за электроэнергию оплачивали напрямую в энергоснабжающую организацию. Откуда взялись долги, не понимают. Вот оно все оплачено, кроме февраль-март. Налог на землю, тут охрана, и вот справка. Сумма долгов разная, у кого-то 7 тысяч, у кого-то меньше. Тысяча рублей. У меня нет долгов, у меня все квитанции и на руках. Председатель СНТ Михаил Ашаев, в свою очередь, рассказал свое видение сложившейся ситуации. С 7 апреля я стал председателем правления, а мы проверяем полностью всю бухгалтерию, проводим аудиторскую проверку. Ну, выявлено очень много, ряд нарушений там, незаконных действий. И, тем не менее, за электричество у нас растет долг. Начинаем разбираться, почему. Потому что люди не платят. Было бы на решение общее собрание, на котором было единогласно принято вот этих всех неплатильщиков злостных отключить. Я не сам это принял, это решение. Это решение общего собрания. Али мы лишь исполняем. Те, кому отключали свет, обращались в полицию, прокуратуру. Но там никаких результатов добиться не удалось. Председатель настаивает, что все делает на законных основаниях. И ждет, когда люди придут к нему со всеми имеющимися квитанциями и будут разбираться, откуда появились долги. Отметим, что конфликт председателя садоводов это достаточно часто встречающаяся ситуация. Не редкость и итог, когда выясняется, что стоящий во главе СНТ старается исключительно для своей финансовой выгоды. Председатель Оренбургского областного союза садоводов Галина Дроздова, в свою очередь, отметила, что стороны просто не стараются искать компромисс, хотя председатель имеет право инициировать отключение энергии. Если председатель дает, допустим, предписание садоводу, что он имеет задолженность, садовод за это время должен не игнорировать это предписание, а поработать с ним, подойти к председателю, выяснить, какой долг, за что образовался, возражения написать. Но я считаю, что мера отвлечения электроэнергии за долги это мера крайняя. Председатель на это идет, я так думаю, в самом крайнем случае. Непонятно только, почему председатели СНТ «Восход» и садоводы не смогли самостоятельно разобраться с квитанциями и долгами. Почему не получалось диалога раньше? И состоится ли он сейчас? Вопрос остается открытым. Гейзер из земли забил в степном поселке Оренбурга. Фонтан оказался рукотворный. Это побочный эффект подготовки к зиме. Максимальное давление, чтобы выявить слабые звенья в трубе. Одно из них нашлось рядом с торговым комплексом «Новый мир» напротив девятиэтажки по улице Липовой. Металлический мостик рядом с местом протечки перекрыли красными лентами. Однако они не преграды для отважных местных жителей, решивших сходить в магазин по короткой тропе. Плановая опрессовка и ремонт на этом участке продлятся до 28 июня. Затем горячее водоснабжение будет установлено в полном объеме. Добавили в Оренбургских теплосетях. Что случилось с дачными автобусами? Они не приезжают вовремя на остановки. Как шампур чуть не стал оружием для разборки конфликта автомобилистов. А на улице Просторные нужно почаще поднимать голову, иначе можно получить неприятный сюрприз. Дежурный по городу узнает, чем еще живет Оренбург. Шампуры, оказывается, некоторым нужны не только для жарки мяса на костре. Кто-то пытается их использовать в качестве аргументов в споре. В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, как внедорожник и легковушка не смогли поделить дорогу. Водитель второго не пропустил автомобиль, за что другой, нарушая правила ПДД, возле ДК «Газовик» прижал транспортное средство к обочине. Женщина, заснявшая видео, объясняет в нем, что в это время в машине находился маленький ребенок. В результате владелец внедорожника достал шампур и начал угрожать. Мужчина вовремя остановила его спутница. Сейчас проводится проверка. Недовольна работой пассажирского транспорта Галина. Горожанка рассказала, что иногда автобус 99 маршрута приходит не по времени. Минувшую субботу она ждала дачный автобус, но дождаться транспорт вовремя женщина так и не смогла. В диспетчерской службе нам ответили, что на этот маршрут выделено всего три автобуса, и автомобили могут ломаться. Но в этом случае машину стараются быстро заменить. Диспетчер добавила, что в тот день как раз таки могла произойти поломка транспорта. В ситуации должны разобраться. Закинули палку на провода. Эти фотографии выложили пользователи одной из социальных сетей. В комментариях люди делятся, что якобы это утяжелитель и установлен он для того, чтобы кабель не болтался. Но на наше обращение в различные инстанции был ответ, что на утяжелитель это мало похоже. Скорее всего, кто-то просто решил пошутить. Кому принадлежат эти провода, нам выяснить не удалось. В Ростелекоме и Оренбург Энерго сообщили, что к ним этот объект не относится. Мы передали все данные в мэрию, в надежде, что с этим вопросом разберутся и палка не рухнет кому-нибудь на голову. На этом у нас все. Делитесь своими новостями и наблюдениями с дежурным по городу. Мы ждем ваших звонков. 35 в тени в Оренбурге. Настоящее лето. Несмотря на то, что выходные закончились, многие горожане спасаются от жары на пляже. Скорее всего, такой отдых себе могут позволить те, кто на каникулах или в отпуске. Наш оператор побывал на берегу Урала и понаблюдал за тем, как отдыхают оренбуржцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стоит помнить, что июньское солнце – это не только долгожданное тепло, витамин D, но и опасный ультрафиолет. Поэтому не лишним будет позаботиться о своей безопасности. Надевать в жару головной убор, защищать кожу от ожогов и не загорать под палящими лучами. Об этом напоминают врачи. В Оренбурге появился новый город, где можно всей семьей научиться новому и хорошо провести время. Расположился он в торгово-развлекательном центре «Восход». Подробнее о том, как стать лавританцем. Смотрите далее, я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире Орент-ТВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Дети вместе с родителями могут попробовать себя в различных профессиях. В Лавритании взрослые могут вспомнить свои детские мечты. Вернуться в то время, когда они только думали о том, кем хотят стать. Мы очень ждали, безумно рады. Все с семьей пришли сюда? Нет, сегодня мы пришли с дочерью вдвоем. Но планируем мы еще и с мужем. Сегодня мы с ней вместе проходим. И я этому рада. Я возвращаюсь в мечты своего детства. Интересный проект. Очень важно родителям вместе с детьми отдыхать. Мы очень мало проводим сейчас времени, наши дети в компьютерах. А здесь такой интересный вариант совместного времяпровождения. И обещают, что и для взрослых будут какие-то интересные интерактивные мероприятия, мастер-классы. В общем, в ожидании развития этого проекта. Стать лавританцем очень просто. На таможне вам оформят паспорт и, конечно, выдадут деньги в банке. Приглашаем вас в увлекательный и безопасный мир Лавритании. Здесь миллион идей для семейного отдыха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин